Здравствуйте! Правительство Архангельской области одобрило стратегию развития Соловецкого Архипелага на 20 ближайших лет. Это решение подняло дух всех, кто живет, работает, связан душой с жемчужиной Белого моря. Общий объем финансирования региональной госпрограммы превысит 6 миллиардов рублей. Средства будут поступать уже в 2014 году. Куда будут направлены миллиарды, узнаем из первых уст. В студии заместитель губернатора Архангельской области по развитию Соловецкого архипелага Роман Балашов. Здравствуйте, Роман Викторович. Важнейший документ развития Соловков принят. Как начнете действовать? Куда будут направлены первые шаги? Что касается документа, хочу сразу сказать, что это действительно уникальный документ по целому ряду причин. Во-первых, этот документ явился выполнением тех совместных решений, которые были приняты в ходе последнего визита святейшего патриарха Московского всей Руси Кирилла, губернатора Архангельской области Игоря Анатолия Чарлова, о разработке подобного рода действительно базового документа для развития Соловецкого архипелага. В этом документе мы постарались в максимально полном объеме реализовать принцип церковно-государственного взаимодействия, церковно-государственного сотрудничества, как одного из краеугольных камней для развития Соловков. Кроме того, если мы говорим о Соловецком архипелаге как об уникальном объекте природного, духовного и культурного наследия, то в рамках этого документа мы также постарались максимально полно и подробно отразить наше видение, наше предложение по тем мероприятиям, которые должны быть реализованы по сохранению культурного фонда Соловков, культурного слоя, по сохранению природы Соловков, по созданию комфортного и гостеприимного муниципалитета и, конечно же, по созданию режима наибольшего благоприятствования для развития Соловецкого монастыря и, собственно говоря, полноценного функционирования всей Соловецкой братьи. В рамках данного документа, как я уже сказал, мы определили такие базовые направления. Финансовые инструменты, которые будут определять развитие Соловецкого архипелага, их несколько. Я здесь как раз хотел бы сразу внести ясность, потому что и в прессе, и среди журналистов есть очень много разночтений относительно того, какие деньги выделяются, сколько выделяется, из каких источников. Да, конечно, обязательно. Из каких источников они выделяются? У нас есть три основных источника. То есть первый источник – это проект федеральной целевой программы по развитию Соловецкого архипелага, который разработан по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В рамках этого проекта общий объем финансирования по Соловкам состоит где-то порядка 40,5 миллиардов рублей. Туда входят деньги реставрационные, туда входят средства. Насколько я помню, это порядка 2 миллиардов, которые касаются Республики Карелия, потому что мы знаем, что мы подписали соглашение и четко понимаем, что развитие Соловков без взаимодействия с сопредельными субъектами, с нашими соседями, это, в общем-то, на мой взгляд, неправильно. И туда, конечно, вошли деньги. Общий объем финансирования где-то порядка 19,5 миллиардов рублей. То есть эти деньги, которые будут потрачены на развитие Соловецкой инфраструктуры. Соловецкая инфраструктура, я сейчас не беру те деньги, которые пойдут на реставрационные работы по линии Министерства культуры Российской Федерации, их сумма где-то также составляет порядка 18-19 миллиардов рублей. Соловецкая инфраструктура также состоит из нескольких крупных блоков. То есть это федеральные объекты, ну, условно говоря, аэропорт. Общие суммы финансирования по аэропорту составляют где-то порядка 4,5 миллиардов рублей. То есть это целевые федеральные деньги и, собственно говоря, область в софинансировании этих мероприятий никак не участвует. Это деньги, которые предполагаются для прокладки кабеля для того, чтобы сделать внешнее обеспечение Соловецкого архипелага. Там также областных денег нет. Далее мы переходим к тем мероприятиям, которые относятся к нашей компетенции. Водоснабжение, канализация, полигон твердых бытовых отходов, причальные сооружения, объекты социально-культурной сферы. То есть по всем этим объектам обязательным условием выделения федеральных денег является наше бюджетное софинансирование. Для того, чтобы это софинансирование обеспечить, мы приняли государственную программу, где деньги бюджета Архангельской области на ближайшие 6 лет составляют порядка 800 миллионов рублей. И где-то порядка 5,2 миллиарда рублей это федеральные деньги, которые входят в состав федеральной цельной программы по развитию Соловкова. Вот такая матрешка, которая связана с бюджетным процессом. Каждый километр Соловков будет подвергнут модернизации. Да, каждый километр Соловков будет подвергнут модернизации. Если мы говорим о поселке, то перед нами стоит очень важная задача в соответствии с Флорентийской конвенцией, одно из главных требований к подобного рода поселений, чтобы существующие, особенно вновь возводимые здания и сооружения, они не оттеняли главную архитектурную доминанту, наш Соловецкий Кремль. Поэтому по каждому существующему зданию будет разработан отдельный либо проект фасадных решений, решений, связанных с колористикой. Ну и понятно, что все вновь строящиеся здания и сооружения, они проходят экспертизу через наш архитектурно-художественный совет, потому что каждый вот буквально кусочек Соловецкой земли, каждый кусочек поселка, он уже сейчас имеет свой архитектурный стиль. Вот когда мы проектировали здание административно-делового центра Соловецкого музея, мы проектировали Министерство культуры, а наш архитектурно-художественный совет его рассматривал, то вот здание будет находиться в той части, где находятся лагерные бараки. Так вот сейчас даже уже облик лагерных бараков, это тоже является как бы неотъемлемой частью того, что мы говорим, да, даже это не ландшафт, это все-таки такой историко-архитектурный фон. И уже когда мы проектируем эти здания, мы должны в том числе делать так, чтобы вот вновь создаваемые здания, они не диссонировались с тем обликом, который на Соловках исторически сложился. Да, очень важно. Важный вопрос по Соловкам – это современные дороги, современные коммуникации. Также мы поставили перед собой задачу сделать на территории поселка безбарьерную среду, с тем, чтобы, условно говоря, люди с ограниченными возможностями могли достигнуть спокойно либо на собственных, так сказать, инвалидных колясках, либо через систему электромобилей, которая также будет предусмотрена, любого объекта на территории поселка. То есть это как бы очень важно. То есть это и задача экологии, и задача, конечно, создания действительно современной, полноценной туристической инфраструктуры. И очень большой блок вопросов, который мы начинаем впервые, это, собственно говоря, наша полномочия, наша инициатива – это стимулирование на Соловках частной музейной деятельности. Мы давайте во всем по порядку. Давайте, давайте. Как скажете. Вопросов задавайте. Вопросов не остается. Вы знаете, вот хочу спросить о том, что у вас директором музея назначено лицо духовное. В Министерстве культуры. Все-таки это прерогатив Министерства культуры Российской Федерации. Они назначены, да? Конечно, конечно. Это федеральное учреждение. Почему такое решение было? Знаете, на мой взгляд, это решение очень мудрое и очень правильное. Вы одни такие, извините, в Российской Федерации? Ну, я не готов сказать, есть ли в Российской Федерации прецеденты, я, по крайней мере, о них не слышу. И действительно, это было сделано в качестве эксперимента, потому что мы помним, что в течение длительного времени, вот, условно говоря, ситуация по линии, так сказать, музея-монастырь, это было предметом конфликтов. Да, они могли быть острые, они могли быть спокойные. Мне кажется, что вот с объединением двух должностей, церковной и светской, в общем-то, исчезла сама почва для конфликтов. Поскольку, понимаете, нонсенс был, когда, собственно говоря, два учреждения, так сказать, ну, музей и монастырь, которые созданы, в общем-то, для очень схожих целей и задач, там, пропаганда культуры, пропаганда патриотизма, развития Соловецкого архипелага, которые решают очень схожие задачи, поняться своей спецификой, и вдруг, так сказать, они находятся в ситуации конфликта, связанной с, ну, такой нелепостью административного деления, я бы вот так вот сказал. То есть это решение? Да, это решение, оно было принято уже давно, и я хочу сказать, что оно, на мой взгляд, полностью себя оправдало. Потому что отцу Порфирию, он очень мудрый, очень глубокий, и руководитель очень глубокий пастырь, вот как раз он, на мой взгляд, очень эффективно совмещает и должность церковную, и должность светскую. Сейчас вы считаете, органично сосуществует православие и островитяне, сами жители островитяне? Я, если бы я сейчас сказал, что это бесконфликтная среда, я бы слукавил. Понятно, что противоречия были, есть и будут всегда. Другой вопрос, как эти противоречия разрешаются, в какой форме. То есть вот мы для себя очень четко понимаем и считаем, это моя позиция, о том, что на Соловках мы должны действительно создать вот ту модель церковно-государственных отношений, когда все решения будут приниматься соборно, все решения будут приниматься действительно на основе согласия церкви, общества и государства. Вы считаете, что население наше готово к такому? Да, я считаю, что население готово к такому работу, и более того, мы уже, собственно говоря, первые шаги на этом пути сделали. То есть когда мы заключили пятистороннее соглашение, оно было заключено по итогам совещания, как решение совещания прошлого года под руководством главы администрации президента Сергея Борисовича Чеванова, правила пяти ключей, между всеми основными участниками развития Советского архипелага. Я могу сказать, вот провели уже два заседания. Причем первое заседание, которое прошло, это в чистом виде была общественная инициатива. Один из блогеров дал информацию о том, что у нас в результате дикой, бесконтрольной туристической деятельности разрушается дамба. И вот, собственно говоря, все основные участники очень оперативно собрались, пригласили самого блогера. Вот благодаря такому сигналу от человека, собственно говоря, тех людей, которых мы говорим, там, развитие институтов гражданского общества, что это? Вы не боитесь вот таких ситуаций? Я обеими руками за, потому что развивать страну можно только, в общем-то, апеллируя к тем традициям, которые у нас были. Традиции соборности, они у нас очень глубокие, они пришли к нам еще с Византийской империей и красной нитью проходили через всю историю нашей страны. И мы их обязаны возрождать, и только подобные родные механизмы, они способны создать полноценный эффективный механизм развития соловков. Без этого развитие невозможно. Да, а вот церковь-то зачем такой симбиоз? Ну, во-первых, надо понимать, что церковь это, если мы говорим о церкви как об институте, то это в первую очередь институт, который заботится о пастве. Помимо того, что заботится о спасении души, собственно говоря, каждого заботится о пастве. Здесь со стороны церкви мы получили, в общем-то, мощнейший ресурс поддержки. Кроме того, вот давайте посмотрим на Соловки. Собственно говоря, все, ради чего люди на Соловки едут, было создано там за 500 лет чуть больше братьев Соловецкого монастыря. Поэтому мы сейчас используем тот громадный опыт, тот громадный ресурс, который был накоплен монастырем. И то, что церковь понимает очень серьезный руководство Соловецкого монастыря, свою ответственность за общество, за тех людей, которые находятся около монастыря, за православную общину, которая формируется на Соловецком острове, это очень-очень отрадно. Церковь активно идет в школу, церковь активно идет в учреждение здравоохранения, активно идет в культуру. И вот воссоздать то, что мы говорим о духе Соловков, без православия, это ни в коем случае нельзя делать. Вот вы уже упомянули об этой проблеме налаживания коммуникаций, да, и чтобы не поранить природу Соловков, ландшафт вот весь Соловков. То есть это получится, вы считаете? Сейчас вот самое, что нужно в ЖКХ? Значит, если, вот что касается природы Соловков, то есть опять же три главных проблемы. Первое, это определение объемов антропогенной нагрузки, это разработано, то есть сколько, условно говоря, жителей и сколько туристов можно в Соловках находиться разово. Эту цифру мы вместе с Соловецким музеем подготовили, но если мы говорим о сезоне, то где-то порядка 30 тысяч человек, это то пиковое значение, которое могут пройти за Соловки за три летних месяца. А второй момент, это, конечно, современная инфраструктура, то есть сейчас ситуация со сбросом неочищенных стоков в озеро, в бухту перед монастырем, это, конечно, уже экологическая катастрофа, и я тут ни в коей мере не преувеличиваю терминологии, потому что строительство систем очистных сооружений, это на самом деле вот то, что уже как бы кричит. И третий момент, это, конечно, хорошая серьезная работа со всей остальной территорией острова. В этом году на Соловках произошел пожар, горело где-то порядка там, ну до 80 гектаров леса, я был сам на этом пожаре, принимал, так сказать, активное участие, в том числе как бы его тушение, что я могу сказать. Причиной этого пожара стала человеческая деятельность, мы нашли кострище, там народ, как сказать, помягче распивал спиртные напитки, в результате природе был нанесен ущерб в особо крупных размерах. Вот классический пример, там как 2-3 человека, собственно говоря, ну вряд ли там больше находилось, нанесли ущерб там на 80 гектаров. Эта проблема связана с дикими туристами, потому что, к сожалению, так сказать, вот тот советский турист, о котором мы сейчас вспоминаем, который приходил на Соловки, который был очень грамотный, который был очень осторожный, который старался соблюдать все нормы требований предоохранного законодательства, он ушел в прошлое. И то, что мы сейчас видим зачастую на Соловках, это действительно вот некие туристы, которые разводят костер в лесу, которые рубят деревья, которые пытаются там сооружать там какие-то временные сооружения, там навесы, прочее, прочее. И, в общем-то, к природе... Здесь нужны строгие правила. Здесь нужен очень жесткий контроль, и в ближайшее время будет решен вопрос об изменении природно-охранного статуса Соловков. Мы будем ужесточать природно-охранный статус, увеличивать, соответственно, штатную численность тех людей, которые отвечают за контроль над лесным, так сказать, морским, очень важно, и речными, озерными комплексами Соловков, с тем, чтобы действительно, ну, объяснять раз, а если уже люди не понимают, то принимать все предусмотренные законы меры. Ну вот водоочистные сооружения, которые вы упомянули, есть сроки уже? А так точно. Значит, у нас запланировано до конца года, это областные деньги, разработка проектно-сметной документации на канализационную сеть и водоочистные сооружения. То есть, соответствующие конкурсные процедуры прошли, компании определены. Вот здесь, опять же, хочу, пользуясь случаем, сказать слова благодарности главе сельского поселения Елене Васильевне Амбруче, которая собрала вокруг себя достаточно хорошую, серьезную инициативную группу Соловчан, и все мероприятия, которые у нас реализуются на Соловках, они проходят под контролем этой группы. Разработка ПСД, когда шла, мы спрашивали их советы, и знаете, вот получили очень много глубоких, серьезных советов, особенно тех людей, которые работали в органах власти Соловков в советский период. То есть, когда вот говорили о проектировании, например, канализационных сетей, то есть просто люди говорили, как это нужно делать, как это было запланировано в советское время, почему это было запланировано. Это позволило нам уже на стадии проектирования избежать вот некого набора ошибок. То же самое по водочистым сооружениям, то есть тоже конкурсные процедуры прошли. Не все, так сказать, идеально, когда мы работаем по нашему 94-му федеральному закону, потому что вот у нас есть станция водочистки, я могу сказать, ну, ситуация, скажем так, по запуску станции водочистки с точки зрения работы с подрядной организацией, она меня не совсем устраивает. То есть там у нас в перспективе будут и судебные процессы, по ним и арбитражные процессы. Я обязательно публично дам потом оценку деятельности от организации, потому что страна должна знать своих героев, кто работает хорошо и также кто работает плохо. Но, тем не менее, до конца года мы проектно-смертную документацию, я уверенно, разработаем. И, в принципе, со следующего года мы уже планируем приступать к строительству. То есть недолго осталось? Ну, понимаете, когда у тебя в доме, так сказать, также Архангелгородцы это прекрасно знают, да, когда у тебя в доме нет нормальной канализации, то каждый день это долго. Но в соответствии с программой, я думаю, что за ближайшие 2-3 года мы эту задачу обязаны решить. Вот из вас, из ваших уст прозвучало такое понятие, как умный муниципалитет. Что вы вкладываете в это понятие? Значит, что касается понятия умный муниципалитет, он разбивается на несколько частей. Первое, уже в рамках проектно-смертной документации мы стараемся, чтобы все коммуникации на Соловках, канализационные, водоснабжение, они управлялись, в общем-то, из единого центра. То есть, чтобы действительно мы имели вот такой единый центр управления с Соловками, когда мы четко понимаем, сколько воды куда ушло. Если возникает аварийная ситуация, что для Соловков крайне-крайне уязвима с точки зрения экологии, там включались там системы тех или иных заглушек, задвижек, чтобы мы сразу локализовывали там те или иные протечки. Второй, так сказать, блок, это максимальное привлечение не только населения Соловков, но и того экспертного сообщества, которое есть на Соловках, для реализации планов по развитию острова. То есть, в качестве базовой площадки это наш портал «Мои Соловки», и мы там будем развивать различного рода интерактивные формы. То есть, все проекты, все наши программы, они все в обязательном порядке должны проходить общественное слушание и использование такого инструмента, как общественная экспертиза. Далее, если мы говорим как бы об умном муниципалитете, конечно, это активное использование современных технологий для тех туристов, которые на Соловки прибывают. Чтобы действительно современный человек привык с iPad, с iPhone или с другими гаджетами максимально облегчать себе жизнь. И вот мы стараемся сделать так, чтобы и для Соловчан, и для туристов эта жизнь была максимально облегчена с момента прихода на остров. Вот если более конкретно поговорить о развитии туризма, сейчас он, по вашему мнению, на каком уровне находится и на каком месте для развития Соловков? Для развития Соловков с точки зрения экономики острова, мы понимаем, что в летний период это та сфера, которая дает очень большую долю средств. При этом мы также четко понимаем, я об этом говорил в своем выступлении, что значительно эта часть средств находится либо в черном, либо в серой зоне. Это сдача жилья в наем нелегальные, это предоставление различного рода, так сказать, услуг. То есть, в качестве примера, когда мне рассказали, что проехать на одном из автомобилей на расстоянии, условно говоря, 5-7 километров, берется по 1000 рублей с человека, в машину грузится 7 человек, это 7 тысяч рублей. Предприимчивые случаи. Да, собственно говоря, затраты по бензину составляют максимум 25-30 литров, это все идет в черную, и от этого всего бюджет муниципалитета не увеличивается. Меня вот подобного рода ситуация, конечно, очень серьезно возмутила, мы вместе с нашими федеральными структурами, с налоговой службой, с органами полиции будем выводить вот эту отрасль соловецкой экономики в то, что называется легальную сферу. Но у вас тут будет много противников, сопротивления. В конце концов, я думаю, что люди должны тоже для себя четко понимать, что деньги ниоткуда не берутся, и главный источник развития муниципалитета, муниципального образования, после того, как все будет построено, там, за областные федеральные деньги, это все должно содержаться, все должно функционировать. Будем разговаривать, убеждать, где надо использовать предусмотренные законы. То есть на туризм возлагаете достаточно большие надежды? Да, второй момент, если мы говорим о туристических потоках, тоже очень интересная статистика, у нас увеличивается количество людей, которые приезжают на Соловки в неорганизованные группы. Вот эту статистику давал музей, как я уже сказал, современный человек старается сделать себе индивидуальный тур, старается подобрать себе тур максимально комфортный по своим, так сказать, финансовым возможностям, по своим временным возможностям, поэтому, естественно, вот мы тоже будем подстраиваться. А что касается увеличения или уменьшения потока, прекрасно понимаю, что когда начнется активная фаза строительства, естественно, мы столкнемся, как и в любой территории, с определенным уменьшением туристического потока, но это абсолютно неизбежные издержки, в общем-то, любой строительной деятельности. Вы продвигаете идею частных инициатив, частных музеев на Соловках. Вот это жизнеспособно? Это даже не сама жизнь нам об этом подсказала. То есть на Соловках есть, на мой взгляд, уже как бы один полноценно состоявшийся музей. Это музей «Мореход» стоит в конце июля, начале августа, они будут спускать на воду корабль. Чем этот музей хорош? Во-первых, он абсолютно бесплатный. Во-вторых, это музей, который позволяет людям самим внести свой вклад и принять участие в создании музейных экспонатов. То есть на самом деле люди, которые этой деятельностью занимаются, вот только можно низко перед ними поклониться. Есть замечательный проект, поскольку на Соловках живет Георгий Георгиевич Кажахарь. Это, по мой взгляд, единственный уникальный в России специалист, который занимается историей креста, который имеет кресторезную мастерскую, то есть создание музея «История креста». Потому что, когда мы смотрим на его произведения искусства, я говорю, мы живем, нам посчастливилось жить, так сказать, и находиться рядом с человеком, который живой классик. Я по-другому его назвать не могу. И, конечно, его кресты, они и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И у него накоплен громадный фонд. И у него накоплен действительно громадный объем научных материалов. Конечно, все это нужно реализовывать. И это наиболее эффективная форма реализации, как раз частная инициатива. В данном случае в качестве партнеров могут выступать некоммерческие организации, может выступать даже русская православная церковь. Вот мировой опыт, в частности, опыт Англии, который мы внимательно изучали, как раз показывает, что развитие частного музейного бизнеса, во-первых, это достаточно интеллектуальная отрасль. То есть она позволяет менять и социальный состав населения с точки зрения подготовки, образования. Она позволяет получать, в общем-то, достаточно неплохую прибыль. И третий момент, она позволяет охватить те ниши, до которых зачастую у государства руки просто не доходят. При этом мы четко понимаем, что у нас есть музей, у нас есть монастырь, который будет выступать в качестве методологической составляющей. И, собственно говоря, мы никогда не допустим о том, чтобы, как это уже имеет место в ряде территорий, когда под вывеской музея алкогольных напитков, по сути, так сказать, создаются обычные распивочные. Вот такого на Соловках не будет точно. Население Соловков, на мой взгляд, достаточно хаотичное. Это и приезжие. Вот коренные Соловчане есть на Соловках? Коренные Соловчане появляются как раз сейчас. Потому что мы прекрасно понимаем сначала мужской монастырь, потом лагерь, потом военно-морская база. И, собственно говоря, история поселка, она не очень большая. Но очень здорово, что на Соловках, особенно в советский период, действительно приезжала интеллектуальная элита. То есть приезжали те люди, которые, во-первых, носили свой весомый вклад в развитие Соловецкого музея, когда он был создан. И в второй момент уже тогда ехали люди, которые действительно стремились быть ближе к Богу. И вот, на мой взгляд, это прослойка, это постоянно увеличивающаяся и православная община. И вот те люди, которые приезжали туда для занятия теми или иными видами интеллектуальной деятельности, это на самом деле золотой фонд Соловков. А соловчан, молодых детей появляется на Соловках все больше и больше. У нас положительная динамика порождаемости. Достаточно хорошие показатели по ЕГЭ. Вот в этом году на Соловках два золотых медалиста. Достаточно хороший уровень в Соловецкой среднеобразовательной школе. Поэтому в данном случае, вот я абсолютно уверен, что Соловки – это такое зеркало всей нашей страны, всей России. Вот как все время Россию взбаламутили в 2017 году. И вот сейчас, так сказать, у нас происходит постепенное действительно формирование такого нормального российского общества полноценного, своими плюсами и минусами. Да, гражданского общества. То же самое происходит на Соловках, только на Соловки говорят, такая маленькая-маленькая, так сказать, капля, в которой, так сказать, как можно по капле океан понять, так же и по Соловкам можно понять все, что происходит в нашей стране. А чем, кстати, занимается население на Соловках? Если мы посмотрим по основным видам деятельности, то где-то порядка 150-160 человек – это те люди, которые работают в Соловецком музее. Где-то порядка, вот общая количество населения, берем до тысячи человек, с детьми, с пенсионерами, со всеми. Где-то порядка 60-70 человек – это те, которые работают в инфраструктурных отраслях, то есть ЖКХ, канализация, вода, аэропорт. Где-то, наверное, человек 30-40 – это те люди, которые работают в социальной сфере, то есть это школы, больницы, административные органы, те или иные. И значительная часть населения занимается частным бизнесом, который связан с туристами. Но основное средство заработка Соловчан, как я уже говорил, это сдача квартир в наемный период и предоставление тех или иных видов услуг. Вы тоже эту деятельность упорядочить хотите? Да, эта деятельность должна быть упорядоченной. Есть очень положительные примеры, то есть когда люди у нас регистрируют уже жилье, платят налоги, также пытаются регистрировать там те или иные виды деятельности, которые они занимаются. И вот подобного рода практика только приветствуется. Она выгодна всем. Кто-то спит спокойно, а кто-то, соответственно, государство и муниципалитет в первую очередь получают необходимые деньги для развития. Но вот с приближением все-таки такого бурного строительства нужны будут кадры. Вы собираетесь использовать свои или завозить большие деньги? Очень сложный вопрос, поскольку мы посчитали, что если мы говорим об активной фазе строительства, то раз в на Соловках будут находиться от 300 до 500 человек. Прекрасно мы понимаем, что, конечно, мы заинтересованы по максимуму использовать потенциал местных кадров. Но здесь потребуется в том числе их желание учиться и переучиваться, потому что уже те квалификационные требования, которые применяются в современном строительстве, в реставрационной деятельности... То есть я перебью, население Соловкова должно увеличиться в связи со строительством? Кто-то останется, кто-то осядет. Мы, честно говоря, так сказать, все-таки надеемся, что увеличение населения будет идти не за счет, так сказать, миграции, в первую очередь за счет увеличения рождаемости. Хотя понимаем, что, конечно, какие-то миграционные вещи все равно будут происходить. И второй момент, что мы четко понимаем, что для того, чтобы сделать все хорошо и качественно, потребуется привлекать лучшие организации, лучшие компании со всей России. Я могу сказать, даже в Архангельской области, вот мы смотрим там по ценным направлениям, у нас просто нет там специалистов и организаций, которые там могут грамотно и квалифицированно выполнить там пленные виды работ, реставрационную деятельность, если брать, то понятно, что в значительной степени это организации, которые там привлекают Москву, Петербург. Хватит, чтобы кадры приняли. Средств хватит, да. Теперь было бы желание, ну и, собственно говоря, правильная политика власти. Попадать на Соловки мы по-прежнему будем через Карелию. Значит, что касается логистических маршрутов на Соловки. То есть сейчас сформировалось как бы два основных логистических маршрута. Турист низкобюджетный, то есть те люди, которые едут поездом либо своей машиной, они доезжают до Кеми и дальше переплывают до Соловков. Это исторический путь, так на Соловки попадали всегда. Второй маршрут, это маршрут авиационный. Здесь, собственно говоря, это является, в общем-то, главной прерогативой Архангельской области. Две основные структуры, второй авиаотряд, ну и компания Псков Авиа, которая вместе с Нортавио сейчас выполняет рейсы. Плюс, вы знаете, у нас в планах приобретение пассажирского судна. При этом надо четко понимать, что мы в данном случае там не ставим все задачи, там конкурировать там с нашими друзьями из Карелии, так сказать, или там отбирать у них часть какого-то потока. Мы считаем, что, в общем-то, свой турист найдется и у Архангельска, и у Карелии. И, конечно, вот, на мой взгляд, наряду с судном наша главная и самая серьезная ниша – это модернизация аэропорта. Потому что, как только будет модернизирован аэропорт, а мы предполагаем, что аэропорт будет оснащен пунктом таможенного пограничного пропуска, то мы будем делать новые, открывать новые рейсы. Есть заинтересованные со стороны Норвегии, есть заинтересованные со стороны Финляндии. Прямые? Да, прямые рейсы, конечно, прямые рейсы, в чем иностранные туроператоры крайне-крайне заинтересованы. А почему же столь дорогие билеты на Салатки? Столь дорогие билеты связаны со следующими факторами. То есть, первое – очень ограниченное количество типов воздушных судов, которые могут приземляться на этих аэродромах. То есть, Як-40, который уже из авиации, скажем так, по перевозке пассажиров ушел, он остался только в ВИП-сегменте. Это Ан-24 и Л-410. Машины старые, машины, мягко говоря, не самые экономичные. Поэтому только модернизация аэропорта, расширение количества компаний, которые могут туда летать, и расширение парковых воздушных судов, как, естественно, следствие конкуренции, позволит снизить цену на билеты. А сколько подождать? Потерпеть? Сколько туристов придет? Вот, вы понимаете, самое страшное – это давать со стороны власти, когда, так сказать, мы даем какие-то завиральные обещания или говорим о каких-то нереальных сроках. Я вот реалист, и, конечно, когда мы говорим о строительстве нового аэропорта, то есть, это полностью модернизация следовательно-посадочной полосы, это модернизация аэродромного комплекса, это модернизация навигационного оборудования. По нашей программе это где-то в течение ближайших четырех лет, не ранее того. То есть, раньше этого с учетом сезонности, с учетом того, что у нас ограниченное время завоза, с учетом всех сложностей, связанных со строительством на острове, раньше этого не будет. Но я надеюсь, что и позже тоже. Да, спасибо. В заключение, Блиц. Есть у вас удовлетворение от своей работы? Да. Однозначно. За всем строительством следите сами, контролируете сами все? Стараюсь, кроме реставрационного блока. Реставрационный блока — это полномочия Министерства культуры. Доверяете специалистам? Доверяю. Вы намерены довести модернизацию Соловецкого архипелага до 2030 года? Модернизация Соловецкого архипелага, на мой взгляд, должна закончиться уже в 2019 году. Раньше? Раньше. Вы намерены довести это до конца? Да. Лично? Да. Лично это зависит в первую очередь от губернатора Архангельской области, потому что я являюсь заместителем губернатора, от его оценки моей деятельности. Но я такие планы имею. Спасибо, Роман Викторович. Спасибо вам. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс занесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. По инициативе фонда академика Дмитрия Лихачева и Соловецкого музея-заповедника создано Международное общество друзей Соловков. Сегодня наши Соловки участвуют в общенациональном проекте «Россия-10». Столько людей искренне заинтересованы в сохранении этого уникального наследия. Вот такие дела. Обнадеживающие. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова